К нам только что приходили сантехники, устанавливали счетчики. У нас до сих пор не остановлены были счетчики. И вот мы решили их установить. Примерно это стоит 7000 рублей. Нужно потом мне пойти еще в одно место и подписать договор. А квитанцию они уже отдали. Вот, как было в данный момент состояние все это, так они оставили. То есть мне нужно сейчас их убрать, а может их выкинуть, не знаю. Как вы скажете, их лучше оставить или выбросить эти коробки, не знаю. Покажу вам сами счетчики, которые нам поставили. Вот так они выглядят. Это холодная вода. Кстати, пломба стоит. И также горячая вода. Вот наклеили красный кружочек, это горячая вода. Есть ли польза какая-нибудь от этих счетчиков? И через кок они сами оправдают себя по стоимости на оплату горячей и холодной воды. А мы поставили сразу двух. Это первый санузел. Заодно вам покажу рисунок, который я нарисовала. Вроника очень любит животных по имени волк. Так, ну, пошли во второй санузел. Так, сейчас я открою заветную дверцу. И вот второй счетчик на горячую воду с пломбой. И где у нас холодная? Холодная? А, вот она, холодная. И холодная вода. Тоже с пломбочкой. Так, это выключатель на стиральную машину. Я до сих пор не знаю, что такое вот это. Может он знает, вот зачем вот эта штучка нужна? Не знаю. Может тоже какой-нибудь счетчик. Но вот тут нет никаких цифр. Не знаю. Но провода какие-то есть. Вот. Так что мы обновили гардеробчик. С счетчиками. И дали нам вот такие документы, которые обозначаются цветными кружочками. Два документа на горячую воду и два документа на холодную воду. Андрюхе сегодня дали сертификат. Настоящий сертификат подтверждает, что такой-то ученик, такой-то школа, такого-то класса участвовал в российском конкурсе. И вот нам дали сертификатик и блокнотик. Андрюха тут уже его использовал для решения уравнения. У них сегодня была контрольная по математике. Вот они сидели. И, кстати, у них вчера была Олимпиада по названию «Кенгуру». Они писали вчера два урока русского языка было. 29 или 30 вопросов им задавали. И также такой же был «Кенгуру», только по математике. Тоже два урока они сидели. И, по-моему, 29 вопросов было. Так что у них был «Кенгуру». После него дадут нам такой же сертификат, где будет написано, сколько они баллов заработали. Вот так. А, кстати, у нас каникулы начались. И недавно вот такие конфетки. Называются они «Камильфо». Тут предлагалось четыре вида. Мне понравилось всё. Потому что я сладкоежка. И люблю шоколад. Я от него просто поднимаю себе настроение. Люблю я шоколад. Очень я люблю шоколад. Кстати, учёные не доказали до конца, то, что человек, съедавший шоколад, толстеет. Нет, не доказали. Шоколад только делает человека умнее. Поэтому перед экзаменом кладут плитку шоколада детям. Сама коробка оформления. И она пустая. Всё, там пусто. Ничего там нет. Всё съедено. Но коробка очень красивая. Но из неё можно что сделать? Из неё можно сделать полезную вещь. Ну, если убрать вот это всё. Ну, а иной будет коробочка для нужных полезностей. Если, конечно, вы любите использовать вот такие красивые коробочки. Если не любите, то можно её отправить в путешествие. Покажу вам, что происходит за окном. Солнце сегодня светит. Ярко, очень ярко. Мне вчера очень сильно болела голова. Вы просто не представляете. У меня где-то с 8 вечера очень сильно болела голова. У меня в висках стучало. Глаза у меня просто вырывались из орбит. И поэтому я просто легла в кровать, накрылась мокрым полотенцем и уснула. Вот. И сегодня произошло солнечное затмение. Я немножко, совсем немножко его засняла. Но через камеру оно не передалось. Но я вам покажу маленький кусочек потом. Мы пробуем снять солнечное затмение через камеру. Не знаю, сейчас я попробую очки. Так. Видно, не видно? Солнце же похоже на Луну. Идёт солнечное затмение. Это Москва. Район Северной Бутовой. Я живу. И у нас идёт солнечное затмение, но не так, как бы, техникам не позволяет у меня, чтобы разглядеть. Но, к сожалению, у меня такой техники нету. Через видеокамеру не получается. Я даже пробовала через солнечные очки как-то, чтобы рассмотреть. Но мне не получается. Но хотя бы вот так посмотрю. Через прямую трансляцию с помощью специальной техники, как это всё происходит. Снег в нашем районе наполовину растаял. В соседнем садике, как вы замечаете, он ещё присутствует. В основном, в нашем районе снег исчезает. Практически его и нету. Люди поменяли стиль одежды. Сейчас в основном люди ходят уже более в таком весеннем, осеннем варианте. Вот девочки идут из школы. Так что постепенно солнце увеличивает свой разряд энергический на то, чтобы дети и взрослые раздевались. В том плане то, что меньше носили на себе одежды. Но в том плане плащи, чтобы носили куртки, чтобы не были ни валяшками, ни пингвинами. Вот небо голубое у нас. Листочков пока незаметно. Ещё не набухали. Может быть, в каком-нибудь районе уже набухли, но в нашем пока не набухали. А нет, я вас обманываю. Сейчас я приближу, покажу вам. Вот на дереве там уже что-то проявляется. Совсем чуть-чуть. О, мужчина. Где мужчина? Мужчина, 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 мужчина. А, вот, вот, мужчина пошёл. Знаете, я люблю смотреть в окошко, как люди себя ведут, как одеваются. Помните анекдот по поводу Чукчи? Как он одевался, и все определяли его, по его одежде, как нужно одеваться. Вот. Так что я смотрю, как люди одеваются, и выхожу в том, что люди ходят. Ну, конечно, у всех по-разному стиль одежды. Сейчас я попробую приблизить. Вот. Шарики висят. Да, я люблю наблюдать за людьми из окошка. Из окна. Кстати, здесь очень много раз снимался у нас фильм. Я потом скину вам ссылку на это видео. У нас очень много снимает, оказывается, фильмов. Иногда я застаю этот момент, иногда я не застаю. Иногда я узнаю от консьержки, то, что снимался какой-то фильм. Снималось у нас видео, по поводу суд, про суду там что-то связано было. Вот. Долго снимали, они бедные, несчастные бегали туда-сюда. Так что я вам потом скину ссылочку на это видео. Решила сварить макарончики. Я уже вам поставила воду. Сейчас она закипит, и я туда буду бросать макароны. Вот. Решила макарончики сварганить немножко. Сейчас хочу для вас снять видео одно, теговое. И, может быть, даже видео получится таким, даже не теговым, а патологическим. Сейчас только Андрюха доделает уроки, и я попытаюсь снять вам видео. Вот. Если других, дел вдруг неожиданно не возникнет. Я думаю, что вам понравится это видео. Я пыталась ответить на те вопросы. Пока мысленно ответила на эти вопросы, но попытаюсь их рассказать еще. Самое сложное, когда вы, допустим, знаете, как вы понимаете, но как поймет другой человек, это будет уже сложно. Ладно, я попытаюсь более так подробно все это объяснить. Но попытка не пытка. Продолжение следует... Продолжение следует...